Татьяна Савченко Судьба занесла в Луганск 30 лет назад. По окончании Донецкой консерватории вместе с мужем Владимиром она приступила к работе в Луганской филармонии. Татьяна Николаевна признается, что полюбила этот город не сразу. После Донецка Луганск показался ей слишком уж провинциальным. Наверное, потому что я приехала из Донецка, жила все время в центре там, и как-то там все вертелось, скружилось, много света, много огней. А сюда приехала в ночное время, это было, я как сейчас помню, 9 часов 21 час 15 минут. И еще не было нового автовокзала, а были руины, были деревянные, ну таких два, как сарайчика что ли, времяночки. Вот вышла из автобуса, посмотрела, ну господи, куда же меня занесло, как же здесь вообще люди живут. А потом увидела трамвайчик, вот еще кукушка был такой вот с петлями. Стало так приятно и мило, и так немножко грустно от того, что как бы из большого города приехала в маленький. Но чем больше здесь живешь, тем больше понимаешь, такого города, как Луганск, нет. Такая аура у него, во-первых, он всех принимает. Вот если тот же Донецк, Днепропетровск, очень жесткий город. Если в этих, Харьков еще более жесткий город. Если там очень трудно, вот мне кажется, осесть, привыкнуть, привязаться, полюбить, то здесь оно как-то само все получается. И люди очень добрые сразу окружают. Может мне так повезло, я приехала сразу работать в филармонию. Здесь был очень хороший коллектив, очень большой коллектив был филармонический, очень талантливые люди. И потому в них как-то вот сразу растворяешься, и они тебя принимают. А вот на этой улице, вот там вот в конце улицы домик. Ну, ничем не примечательный, но он сейчас уже полуразрушенный. Там когда-то были мастерские художников. Я думаю, все помнят и Хенкина, и Погребинского. Они были очень интересными художниками. И в этой мастерской, и в одной, и в другой мы там проводили целые вечера, и там рассказывали, пили кофе. Кстати, как ни странно, вот в то время мало пили спиртного. В основном это были бесконечный кофе, джезвы туда, джезвы сюда, наливалось. И вот за этими кофейными вечерами открывалось очень много по-настоящему, наверное, ценного. Потому что я до сих пор помню абсолютно все, что делал Погребинский. Все его работы, все его иллюстрации книжные. Очень много было интересного, когда мы все стали, вот художники, молодые артисты тогда, стали создавать свой клуб творческой интеллигенции. Тогда мы первый раз встретились у нас в филармонии, в фойе филармонии. Тогда было первое заседание как бы. Сейчас пересматриваю фотографии, думаю, господи, все еще живы и все еще молоды. Но тем не менее жизнь распоряжается по-своему и воспоминания все-таки остаются. И они помогают, наверное, в жизни помогают очень. Потому что если в чем-то разочаровываешься, то ну и пусть. Это разочарование, оно временное. А вот то, это навсегда то, что было. И то, что, так сказать, связано с хорошими и талантливыми людьми, это навсегда. Самой любимой Луганской улицы для Татьяны Савченко является улица Дали. Татьяна Николаевна считает этот уголок города самым уютным и спокойным. И пока что нетронутым цивилизацией. К счастью, здесь нет ни одного бигборда. Здесь ни одной нету родующей вообще внешний вид и внутреннюю, так сказать, эстетику человеческую. Ни одного бигборда, ни одного рекламы. Потому что здесь все так же просто, уютно, так же мило, как, наверное, было много-много лет назад, когда я впервые приехала в этот город. И тогда каждое здание было, ну, связано, конечно, с каким-то историческим документом. Потому что у меня такой принцип. Я приезжаю в любой город, в какой бы я ни приехала, особенно вот здесь, где я уже много лет живу. Я познакомилась с историей. Мне это очень интересно, вот кто здесь жил, кто по этим улицам ходил. Тем более, мы единственный, наверное, наш город имеет право гордиться тем, что у нас вот родился Владимир Иванович Даль. Годы работы в Луганской филармонии Татьяна Николаевна вспоминает с теплотой. Это было интересное время, насыщенное работой и встречами с интересными людьми. Тогда в этом, сегодня грустном и обветшалом здании жизнь била ключом. В Луганск с гастролями приезжали лучшие коллективы страны. У Татьяны Садченко, лектора-музыковеда, было по 29 концертов за месяц. А самый-самый первый прошел во Дворце культуры железнодорожников. В этом здании был мой первый концерт. В этом здании впервые вышла на сцену уже как, соответственно, профессия, будем говорить. Это был концерт. Теперь это великий пианист, который входит в десятку лучших пианистов мира. Там и Рахманина в этом списке, Николай Петров. Он был тогда, ну, оба мы были гораздо изящнее, нежели сейчас. И он был такой застенчивый, вместе с тем смешливый. И концерт был, немного людей было, как сейчас помню. Это был тоже его, по-моему, один из первых концертов как профессионала. Вот, конечно, вспоминается это здание. Это очень уютный, теплый такой зал. И так хорошо, что первый концерт был именно здесь. Как-то вот так вот погружаешься в эту атмосферу. И не страшно, вот не страшно было выходить на сцену сюда. Здесь вообще, конечно, эти стены помнят столько великих людей, голоса и звуки музыкальных инструментов. Конечно, очень хочется, чтобы хоть это здание уже не разрушалось и осталось навсегда. Вот здесь вот в этом здании шли оперный спектакль, потому что здесь был оперный театр. Вот говорят, что здесь звучал голос самого Маяковского. Ну, давайте будем хоть к этому стремиться, чтобы оставить хоть в воспоминаниях вот те голоса, которые здесь звучали под сводами этих залов, этого фойе красивого. Здесь изумительная акустика, мягкая такая, вот звук такой обволакивающий. Красивые ложи, очень красивый сам портер, были кресла красивые. Ну, оно все постепенно же приходит в упадок. И то, благодаря тому, что здесь очень чутко и мудрое руководство, вот Таня Литман, она очень бережно относится к этому дому. Это же ее дом, родной дом, любимый дом. Потому, наверное, вот в таком все пока еще сохраняется здесь атмосфера и тепло тех прошлых, давних-давних лет. Несмотря на то, что Татьяна Николаевна проработала на сцене Луганской филармонии около 20 лет, приходить сюда на прогулку она не любит. Вы знаете, сюда я обычно прихожу, вернее, не хочу приходить. И стараюсь приходить как можно реже, потому что это самое больное ощущение, когда вот то, чему ты отдал столько лет, так взяли и безжалостно, бездумно, я считаю, разрушили. И не думаю, что уже что-то возможно и что-то предстоит, потому что жизнь уже совершенно другая. Деньги как бы не говорили, что мы там можем собрать мои концерты делать, не соберем мы денег. То, чтобы сделать из нее что-нибудь. А самое главное, мне очень, мне кажется, и хотят, и городские, и областные власти сделать филармонию прежней. А ведь без филармонии это и город не город. И раньше считалось, областной город это обязательно престижно иметь свою филармонию. Ну, это сейчас другие понятия, другие нравы. И филармонию уже не престижно иметь. Вот, хотя оркестр наш вот сейчас и академический, и заслуженный такой коллектив, в котором очень много и наработок, и много жизни было бы еще. Ну, увы. Так что это место самое родное и, вместо всем, самое больное. Здесь было все очень интересно, очень все кипящая такая жизнь была, бурлящая. Когда было 44 певца, 44 певца, было 4 музыковеда, было очень много концертных бригад. От первого класса до последнего класса школьники были абсолютно все охвачены нашими концертами. Причем это же был не просто концерт, это были лекции, концерты, где мы очень много рассказывали детям. Вот до сих пор по городу иной раз встречаешь какую-нибудь маму с ребенком. И вот мы вас видели когда-то, когда еще учились там в первой, там в пятой школе, в первом, во втором классе. Это все, конечно, очень приятно, но, увы, это прошлое. Хотелось бы, чтобы так было и сейчас. Вот даже что касается, вот сейчас вот говорят об оперном театре, хотят его, так сказать, организовывать. А ведь у нас в филармонии была просто обычная оперная студия. И ставились замечательные спектакли, и с декорацией ставились, и просто в сценическом варианте. И это тоже было очень важно и очень полезно. И тогда не просто юные певцы были, тогда были уже певцы маститы и с именами, и с именами, которые, так сказать, повторяла уже вся Украина, и не только Украина. Так вот, тогда были это оперные спектакли, и все ходили на них с удовольствием. И это был, знаете, вот каждый спектакль, это был праздник такой, фейерверк целый. Ну, очень жаль. Сравнивая современный Луганск с Луганском 70-х годов, Татьяна Николаевна Пальму первенства отдаёт всё-таки Луганску 30-летней давности. Она считает, что за последние годы областной центр потерял свою патриархальную прелесть. Нет больше прежнего города Фонтаново-Рос, города, в котором было приятно и работать, и отдыхать. К тому же Луганск потерял своё архитектурное лицо. Старые здания в запустении, а новые просто не строятся. Ну, я хочу сказать, какой бы он ни был, я всё равно буду его всегда любить, потому что это город, где родилась моя дочка, родились мои внуки, где проходит, кстати, я надеюсь, и остаток жизни мой здесь пройдёт, потому что уже очень любим мой этот город. Ещё надеюсь на то, что благоразумие всё-таки возьмёт вверх, когда-то, пусть не сейчас, но кто-то благоразумный должен быть для того, чтобы вот всех вот этих вот беспорядков, когда мы сейчас стоим на этой улице, сквозь асфальт раздёт трава, раньше этого не было, все оббиты углы, разбиты стёкла в домах, дома просто брошены, этого раньше не было. И здесь вот на этой улице Ленина. Это всё-таки самый, вот у Карла Марса Ленина, там Почтово, это самое-самое сердце города. Надо его так любить, так лелеять. Ну, может быть, может быть, ещё всё впереди. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok